Привет, мои сладкие предмахерты грецкие, с вами снова я, Сегата Надя, и сегодня у нас такие бьюзи-покупки, вот, думаю, вы, наверное, ждали подобное видео, вот, и всё на вашу радость, да, сейчас буду делиться таким первым взглядом, возможно, да, потому что из всего вот этого мне удалось попробовать только три продукта пока что, вот, и поэтому просто пока поверхность-то посмотрим, что да как, поделимся своими впечатлениями, вот, чек, здесь у меня всё есть, поэтому буду говорить, что сколько стоило, брала по скидке, 15% скидка у нас за каждые выходные, вот, и поэтому все у нас товары здесь есть, со скидкой и без скидки цена, итак, даже не знаю, с чего первого начать, я, наверное, расскажу про вот эти вот две пудры, Риммель, вот эта мамина, это моя, мы взяли две по акции, там, у Риммеля акция такая, да, то есть, вы берёте два, последнее одного, вот, но у них была некорректно написана акция, потому что на какие-то товары есть, вот этот вот бейджик, где написано два, последнее одного, на каких-то нету, и поэтому мы подумали, что, ну, наверное, берёшь две пудры, и получается, платишь за одну, два лака, платишь за один, да, вот, но получилось так, что мы взяли две пудры, два лака, и лаки пошли нам в подарок, а за пудры пришлось платить, вот, из-за этого пришлось перебивать чек, по-новому его делать, конечно, было муторно, и нам вернули деньги, потому что получилось, что мы переплатили, и нам даже не сказали, что это по акции, вот, оказывается, надо было им самим говорить, что товар идёт по акции, и пробивать его через другую кассу, вот, если бы мы не посмотрели на весь чек, то вообще было бы очень неприятно, вот, я очень давно хотела эту пудру, потому что на YouTube она очень популярна, и, насколько я знаю, она отлично матирует, вот, я брала её с собой в поездку, и эта пудра, если честно, меня спасла, её хватило на очень долгий промежуток времени, без коррекции макияжа, вот, и я нанесла её где-то в 5 утра, и второй раз мне пришлось перепутать лицо около 2 часов дня, вот, посчитайте, сколько часов она держалась на моём лице, потом я припудрила её где-то в 5 часов вечера, и всё, и больше мне не нужно было, просто было очень жарко, и поэтому мне пришлось ещё некоторые участки лица припудрить, вот, оттенок идеальный, просто идеальный для моей кожи, прям вот мой-мой цвет, это у нас 0.3 Peach Glow, а это у нас 0.5 Silky Beige, вот, так что маме тоже очень подошло вот этот оттенок, у неё тёмная кожа, вот, а я у нас белоснежка, и мне всегда сложно найти пудру, которая подойдёт оттенком под мою кожу, вот, и вот этот цвет, он прям, когда на лицо наносишь его, он как лёгкая вуаль, и будто бы тает, да, очень классное от неё ощущение, она очень приятно пахнет, и действительно мочирует, мне кажется, больше ничего от пудры не нужно, только чтобы она выполняла функцию мочирования, остальное всё не важно. Ну, далее, конечно, я взяла два лака, вот таких вот от Rimmel, это у нас 60 секунд, я очень люблю синие оттенки, вы это знаете, сейчас скоро будет лето, май, мои любимые месяцы, вот, и мне хочется чего-то вот такого яркого синего, такой свет у меня был давным-давно, но он закончился, вот, и я решила обновить, взять новый, и также я взяла из коллекции Рид и Оры вот такой вот красивый васильковый оттенок, даже не васильковый, я не знаю, почему так его принято называть, я бы сказала, что это цвет незабудки, он такой вот нежно-голубой, слегка в сиреневый отдаёт, и 62-24, как я понимаю, он называется здесь даже, а, 860, Festival Blue, да, вот так вот, очень классные оттенки, кстати, в её коллекции, хочу ещё взять красный, и, по-моему, там был малиновый, кажется, ну, они такие очень, летние прям, у меня здесь стоит лак, взяла новинку такую, без ультрафиолетовой лампы, захотела попробовать, взяла универсальный оттенок, с такой весенней, сиренево-серый, я бы сказала, номер 11, просто чисто по приколу, и это у нас Рио, One Step Gel Effect, здесь у нас сказано, что без запилов легко наносится и смывается, как обычный лак, и посмотрим, что у нас получится, сейчас покажу цвет, цвет вот такой красивый, он почти как Риммель, только более сиреневый, честно пахнет, как обычный лак, чисто вот просто, как самый обычный лак, поэтому, не знаю, если кто-то пробовал, пользовался, пожалуйста, напишите, как вам вообще эта новая серия, я, честно, вижу её первый раз, и не уверена, что это работает, и что это вообще гель-лак, мне кажется, это просто обычный лак. Далее я покажу вещь, которую я уже попробовала попользоваться, но тоже взяла по приколу, можно сказать, потому что я не верю в такие средства, по крайней мере, за такую цену, вот, но, знаете, ощущения такие интересные. Это у нас компания Новосвит, первый раз вижу такую компанию, сейчас она у нас появилась недавно, и там целый стенд этой фирмы, вот, крем-лифтинг, подбородок, шея, эффект протяжки, три зоны, действия лифт-комплекса, субментальная область, овал веса, второй подбородок и шея. Так что вы на эту область наносите этот крем, и он, как бы, должен подтянуть вам всё, и подкоррессировать овал. Но, пока я ещё не заметила особого эффекта, не знаю, должен он быть вообще или нет, но говорят, что да, здесь нужно нанести утром-вечером на чистую кожу подбородка, шея, и области декольте слегка помассировать, подождать 3 минуты до создания структуры подтягивающего каркаса. Такого не было. Правда, не было. Повышает упругость, плодность и эластичность кожи, создаёт сильный пактягивающий эффект, защищает от провисания кожи, моделирует овал лица. Да, да. Так что вот так вот. Буду пользоваться дальше, смотреть, может быть, через какое-то время он проявит свой эффект. Далее у нас идёт Платину Collection, да. Очень хотела я из этой серии взять, как он называется, с гелевым эффектом, да, по краю. Я у своей подруги беру, иногда наношу на маникюр, и у меня обычный лак держится около двух недель. Вот. И его не было в наличии, поэтому я взяла новинку вот такую. Это у нас ультраблеск с винилом покрытием. И сейчас расскажу цену. 109 рублей здесь ценник. Он у нас шёл с 20% скидкой за 87 рублей. Вот. Я считаю, что это просто копейки за такой огромный бутылёк, и у него классное качество. Он создаёт блеск, зеркальное покрытие, и продлевает жизнь вашему маникюру. Например, сейчас расскажу. Я делала в этот раз песочный маникюр, как вы можете заметить. Ну, наверное, на камеру особо не видно. Вот. А здесь я на песочный маникюр наносила лак с блеском, таким зеркальным. Песочный маникюр втянул в себя весь вот этот вот лак верхний. И по краям можно видеть такие розовые каёмочки, да, от нижнего лака вот этого розового. Вот. То есть он в себя впитывает вообще всё. Любую влагу, которая есть, хоть какая-то любую жидкость. Вот. И он впитал в себя то гелевое покрытие, которое я всегда беру у подруги для своего маникюра. Вот. И он снова стал песочным. Вот на этом ногте, если очень близко посмотреть, то заметно. Он прям шершавый-шершавый. Как будто бы я не носила никакого покрытия. Взяла я этот лак и нанесла сюда. И посмотрите. Он проливается. Здесь у нас сказано. Формула с винилом создаёт на тебе ультра-стокое зеркальное покрытие. Визуально усиливает свет лака и придаёт ему кристальный блеск. Передрущает ослабление, скалывание лака, пособивание к краю ногтей. Сохраняя маникюр в предначальном виде надолго. Является идеальным средством для завершения маникюра. Вот. Так что такие вот дела. Первый раз вижу такое название. С винилом покрытием. Это что-то новое. Ну, если честно, могу посоветовать. Потому что мне ничего не помогло с этим песочным лаком. Потому что я не люблю, когда шершавые ногти. Но этот лак спас. И сделал маникюр намного лучше и приятнее. И выглядит как гелевый такой лак. Как шелак даже. Не скажешь, что это обычный маникюр. Далее у нас идёт средство для снятия гель-лака без эстона. Оно обошлось в 75 рублей со скидкой 20%. Так оно стоило 94 рубля. Я ещё не видела у нас нигде такие. Но завезли просто целый стенд. Всего для снятия гель-лака. Сейчас так модно стало. Поэтому теперь можно, наверное, в каждом магазине найти такое средство без эстона. Я заказывала на Али, оно мне не пришло. И продавец отказался оспаривать. Вот. И я не вернул деньги. Да, поэтому я решила купить это. Оно вышло даже дешевле. На Али оно стоило 114. И там тоже такой маленький бутылёк. А здесь за... сколько я сказала? За 75 рублей. Это вообще копейки, я считаю. Если кто уже пробовал вот эту фирму, Шарм Пролайн. Первый раз тоже слушаю, вижу её. Поэтому потом расскажите, как вам. Итак, далее у нас идёт два средства. Опять от этой компании. Новосвит. Первый раз. Вот первый раз я её вижу. Оказывается, она не только для лица, но и для маникюра. Да, это у нас идёт пилинг с каткой экспресс-маникюр. Размягчает, отшелушивает. А это у нас укрепляющий восковой крем Уход. Протеина шёлка против славящихся ногтей. Это у нас за 38 рублей досталось. 15% скиска была. Так он стоит 44. Это у нас за 46 рублей. 15% скиска, а так стоило 54. Так, у нас здесь масло лимонного Мирта. Для грубейшей кутиклы кожи рук. Здесь у нас фруктовая кислота, которая указывает на мягкое, ошелушивающее действие, придает рукам гладкость. Также масло лимонного Мирта обладает лёгким цитрусовым ароматом, превращая процедуру очищения в домашний спа-уход. Нанести на сухую чистую кожу рук, маселивать мягкими круговыми движениями. Средства преобразуются в частички, устанавливающие загрязнение от мертвейшей клетки. После процедуры смыть водой, применять 2-3 раза в неделю. Вот, и вот эту вещь я попробую, конечно, да, для кутикулы. А вот это мама взяла себе. Это у нас сказано, что глубоко укрепляет восстанавливающую структуру повреждённых ломких ногтей, предупреждает расслаивание, обчиненный воск и бритейный шёлк в основной форме и моментально исполняет нехватку прочности ногтевой пластины. Надеюсь, что эти штучки действительно хорошие, действительно помогают и не будут просто так, конечно, куплены. И надеюсь, их свойства будут оправданы. Вот, так что такие вот мини, а может быть для кого-то и не мини-покупочки. Вот, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вы для себя увидели что-то новое. Если что-то вы пробовали, пожалуйста, напишите мне в комментарии, я обязательно почитаю, потому что мне очень интересно, какое оно по своим свойствам на самом деле работает или нет у кого-то. Вот, так что, такие дела. Всех люблю, ссылаю, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok